Ребята, продолжим по нашим ксероксам и посмотрим на бесличную конструкцию глагола. Это конструкция, которая напоминает по форме страдательный залог посредством страдательной частицы С, но на странице 434, п. 434, «Ла форме имперсонале, бесличная конструкция». На самом деле, как и по-русски, есть разные способи чтобы образовать бесличную конструкцию глагола. Здесь указывают только на два способа, но пока достаточно. Нашли? 434. Первый способ – это достаточно спрягать нужный глагол в третьем лице единственного числа и вставить перед глаголом, это достаточно один раз в каждом приложении, когда используем бесличную конструкцию, ставить местоимение «uno». «Uno» значит один человек, кто-то, некто. «Сматривайте на прелагене с малой, который на кинезе, который виден с малой буквы А. Когда «uno» виагжа пер пиачери, «си» трова «бене» в кольсеси посто. Как да, кто-то, путешествует, радио, да волстя. «Сматривайте, удачу, пога построят!» Я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ci sono postи и пости, э? Ва великий, что один говорит, ну, а вау, я хочу путешествовать, а потом, ну, по-русски, вау, ну, вау, ну, вау, ну, вау. Давайте я повторяю два раза, э? Одно путешествует, одно, что ты плачешь, дастатус на первой голове, и уже дастатус, и уже понятно что это, что это, что это, что это, что это, Либо это нас больше интересует, на самом деле чаще используется такой способ, надо перед каждым глаголом ставить частицу СИ. Здесь не чтобы образовать страдательный залог, а чтобы образовать безличную конструкцию глагола. И почему здесь находим ЧИ и СИ? Дело в том, что здесь это глагол ТРОВАСИ, чувствовать себя. Возвратный глагол, где уже есть одна частица СИ в виде возвратного местения. Другая частица СИ нужна, чтобы образовать безличную конструкцию глагола, а СИСИ повторить нельзя. И поэтому вторая частица, то есть частица СИ, которая нужна, чтобы образовать безличную конструкцию глагола, превращается, меняет форму, превращается в частицу СИ. ЧИ, поэтому ЧИ это иной формы частица СИ, которая нужна, чтобы образовать безличную конструкцию, и СИ это возвратное местение. Давайте посмотрим ниже, где показывают приложение, которое, кажется, выглядит одинаково, но слева у нас есть безличная форма глагола, форма имперсональная, а справа форма пассива, то есть страдательный залог посредством страдательной частицы СИ. Жанна, хочешь читать первую пару? Могу. Достать себе ве дебю. Достать себе ве пью. Достать себе ве пью огонь. Бен. Летом... Воду пьют чаще. Бен. Справа у нас есть страдательный залог, где подлежащая вода. По-итальянски вода пьется чаще. А слева, где сличная конструкция, нет подлежащего. Принято пить больше. Не указано, что пьется. Нет подлежащего. Предподлежащего. Бей, Димитрий, вторую пару. Достать себе ве дебю. Достать себе ве дебю. А, да, 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 ниже. Си консилия ди эвитаре ла автострада. Си. Си консилия ла векья страда. Бене. Эвитаре значит избегать. Ну, советую. Положено избегать. Ага. Автодорогу. Бен. Значит, седать пробки там и потребится слишком много времени, скорее всего. Бен. А второе приложение? Положено... Проехать по... Старой дороге. Бе. В чем разница? Справа есть подлежащие. В итальянском звучит так. Советуется. И подлежащие это старая дорога. Она сама советуется. А справа нет подлежащего. Потому что после глагола встречается второй глагол. Они существительные. Си консилия ла векья страда. Си. А слева... Си консилия девятая. Туда. Слева, справа. Слева. А справа старая дорога. А что я должен сказать? Ты ничего не должен сказать. Ты уже свою задачу выполнил. Я просто комментирую. Потому что вы видите такие приложения впервые. Пожалуйста, Марина. Третью пару. Третью пару. Си атраверса, соло, куанда и сема... Сема... Сема на форо. Верде. Си. Си атраверса, страда, соло, куанда и сема форо верде. Бене. Положено пересекать. Си. Только? Только когда цветокор зелен. Бене. А справа? Положено. Положено проходить по улице. Переходить по улице. Переходить по улице. А, переходить по дорогу. Только когда осторожен. Бене. Опять. Справа у нас есть подлежащая дорога. Потому что по итальянски звучит так, что переходится. Сама дорога. А слева подлежащего нет. Справа страдательный залог. Слева безличная конструкция. Дальше. Настя. Си. 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 Риспармиаре значит экономит. А, немного экономит. Си. Много. Б. Си. Можно сэкономить много. Вот. С этой системой отопления можно сэкономить много денег. Много денег. Вот. Опять. Справа есть подлежащая. Значит, то есть страдательный залог. Много денег. Molto dinero. А слева подлежащего нет. Значит, безличная конструкция глагола. Есть еще одна большая разница, которая позволяет нам отличить безличную конструкцию глагола страдательного залога. Подлежащий может быть в множественном числе. Ин. Италия. Си. Легоно. Поки. Либри. Вот. Подлежащий в множественном числе. И тогда глагол спрагается в третьем лице множественного числа. А безличная конструкция глагола допускает только спряжение глагола исключительно в третьем лице единственного числа. Италия. Италия. Си. Легче. Поко. И точка. Лагол только в третьем лице единственного числа. Италия. 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 Это не принципиально отличие. Такие проблемы. Приложения. Италия. Если они отличаются одинаковым способом и так принципиально отличить их. Пока! Пока! И еще есть моменты когда вы не обрадите в ману. Посмотрите! Карло подпадрежет. Карло в этом ресторане. В этом ресторане хорошо. Это вкусно. Магировать, приготовить, приготовить, это вкусно. Это вкусно. Это вкусно. В этом ресторане это бесконечная структура где у него есть такие абстрактные подлежищащи. Кто это? В этом ресторане это бесконечная структура. даже нет никакого указания на кто может быть что кушает. Вкусно так. А чем си отличается от уно по смыслу? По смыслу никакой разницы нет. Это только что когда мы используем уно есть абстрактные подлежащие. Кто-то. Некто. А когда используем си вообще никакого подлежащего нет. Даже абстрактные 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 можно вот как строить более-менее подобные приложения по-русски добавляя модель можно кушать вкусно в этом стране разница есть кто-то это абстрактные существа подлежащие а можно всем. но говорим а мы тоже однако хорошо потом тренируемся на следующей странице 435 есть второе упражнение где переходим к с бесличной конструкции глагола посредством вместимения uno к бесличной конструкции глагола посредством частицы поэтому убирайте и ставьте перед каждым глаголом обращаем внимание на то что это уже возвратный глагол где уже находится си будет си два раза повторяется будет си попробуем Юлия сначала читаем и переводим и перестроим в последнее время больше зарабатываю но и больше тратим в последнее время будет си 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 можно будет си 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 проезжать быстрее а первая часть не меняется потому что подлежащи дорога Когда будет готова новая страда, нет ничего. Когда будет готова новая страда... ...си... ...но также может... ...риспанировать несколько километров. Хорошо, хорошо. Настя? Прежде всего, в этом городе, он живет лучше. Сначала вы были страны... Но мне не сначала, раньше. Раньше или позднее, живешь хорошо? Лучше. Потом... ...инфляция... ...кризис... ...так далее. Примой квеста поэзии... ...си... ...геба... Точно. Пока просто, э? Потом, к сожалению, усадняется. Ве, Юлия. А, простите, я запустил вас. Дивите. Я запустил вас. Читают... ...ву... Увы. Коррере? Коррере. Мальто. С этой машиной, монеты. Можно перевести. Что перевести? Ну, не вообще, чего неand�. Быстреехать. Быстреехать. А, быстреехать? Корреры это бегать, но когда речь идет о средствах транспорта, это быстро ехать, гонять. Корреры это гонять? Корреры это бегать, но когда речь идет о средствах транспорта, это гонять, быстро ехать. Конкуреры, макина, си, по, корреры, мольто. Просто читаем. Ну, 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 все. Козов. Какой скучный этот город, но никто не знает, что делать. Непонятно, что делать. Неизвестно, что делать. Я рекомендую просто читаем. Сначала на речь отрицания. Ну, 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 не знаю. Си? Козов. Хорошо. Сразу же усложнение. Когда мы используем безличную конструкцию грагола, и только безличную конструкцию грагола, здесь речь не идет о страдательном залоге посредством страдательной частицы, прилагательные ставятся обязательно в множественном числе мужского рода. Потому что опять это, поскольку это безличное приложение, это касается никого и всех. Всех. Это множественное число мужского рода. Обратите внимание. Ну, там же это. Что это? Это касается никого и всех. А что? Из всех. Всех это множественное число мужского рода. Там же э. Что это? Сонов. Ты согласна, что это не касается… Согласна. Вот. Это да. Логика есть. Uno diventa noioso se parla troppo. Каждый становится скучным, если слишком много разговаривает. Si diventa noioso se parla troppo. Но речь не меняется, но прилагательная да. Но я – «si». Си римане делузи, когда но сьо тьене чьо че си воле. Смотрите. Есть глагол «делудere», «разочароваться». Да. Но нет возвратного глагола по-итальянски. Нет глагола «разочароваться». Поэтому есть словосочетание из двух глаголов. Essere, restare, либо rimanere, и потом… Прилагательное. Делузо. То есть быть. Либо оставаться разочарованным. Вот как разочароваться. Короче. В смысле такого предложения, люди разочаруются, когда не достигают того, что хотят. «Делузо». делузи. Попробуем. Поэтому, опять на следующей странице, п. 436, будет подобное приложение, где 1 убирается и добавляется перед каждым глаголом. Частица «си», обращаю внимание, в этот раз не только на то, что если у нас возвратный глагол «си» два раза не повторяется, поэтому надо ставить «си», а еще на то, что когда есть прилагатели, они ставятся в множественном числе мужского рода. Юлия. Переводим. «Стыми людмени, когда они урены, то знали проблемы». «Еси, когда они стали лугуни». «Cal Soviet Germany». «Конкуэста дженте, астают. Си». «Конкуэста дженте...» «Снащала нарисчат ризанья». «Нон...си». «Си». «Эи сикuri...» Да. НОН СИЕ МАЙ СИКУРИ НОН СИЕ МАЙ СИКУРИ ДИ САПЕРЬ ВО СИКУТА. ГУСТО. ЖАННА. СИКУРИ ОС СИКУРИ? СИКУРИ ПАДАМУСТЬ ТА БИСИЧЕ НА КОСТРУЦИ И ПРИЛАГАТЕН СТАВЕРСАЛНОГИ СТЕННО И СТЕННИ СЛЕМУ СКОВАРОДА. АЛЛАФИНДИ ОЛАВОРО ВООНУКО? СИ? ЭДИФИЦИЛЕ? ДИФИЦИЛЕ? В конце, в конце долгой и сложной работы, обычно, доволен, что ты думал. Да ладно. После, в конце, в конце, в конце уже не очень трудно. Си, си, сэмпре, контенти. Си. Есть, простите, есть такое чувство облегчения, ааа, наконец-то! Потом новая работа еще сложнее и длиннее, аааа. Настя. Эээээ. Ээээ, эээээ, си и тристо, когда ты собираешь. Си и тристо, когда ты собираешь. соли здесь нельзя получается это только одно старается первым глаголом да, каждым глаголом Дмитрий и гуай 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 в единственном числе такое существительное выглядит так гуай значит беда короче, проблемы проблемы начинаются когда становишься старым если боячки гуя это какие Гуай гуай гуа 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 Веки И они начинают когда они становятся веки Если у вас не есть уверенность в том числе, не надо Да, спасибо Если у вас не есть уверенность Нет, нет, нет Здесь у вас есть структура и чего-то . Если у вас не есть уверенность Нет, нет, нет Но, нет, нет Если у вас есть уверенность Зима Не си ста тренирован Зима Ci troviamo a pagina 436 delle fotocopie, stiamo guardando la forma impersonale del verbo. Però, spero che ci sia un'imagine che ci sia un'imagine più importante. Bene, continuiamo, facciamo il prossimo. Perciò, stiamo, da una forma di costruzione del verbo, di una forma di costruzione del verbo, di una forma di costruzione del verbo, посредством страдательной частицы С, и здесь, на самом деле, раньше не было возвратных глаголов, а здесь будут присутствовать возвратные глаголы, поэтому, поскольку невозможно повторять два раза частицу С, она нужна, чтобы образовать бесличную конструкцию, и другая нужна, это возвратные местоимения, в третьем лице единственное число, вторая превращается в ЧИ, ЧИ, СИ, обратите внимание, УНО СИСТАНКА ВИАДЖАРЕ СПЕССО, УНО это кто-то, утомляется, часто путешествуя, ЧИ, СИ, СТАНКА А ВИАДЖАРЕ СПЕССО, утомляется, это СТАНКАРСИ, у нас вратных глагол, поэтому, в частности, СИ, которая не нужна, чтобы образовать бесличную конструкцию, это новое, ЧИ, СИ, СТАНКА А ВИАДЖАРЕ СПЕССО, ДОПО ОН ЛУНГО ВИАДЖО, УНО СИ СЕНТЕ СТАНКО, ПОСЛЕ ДОЛГАВА ПУТИСЩЕСТЯ, ДОЛГО И ПАЛПАЕССКИ, ЧИ, КАЖДИ ЧУСТВЕТ СИБЯ УСТАВСЕМ, ДОПО ОН ЛУНГО ВИАДЖО, УНО ПАДАЕТ, ЧИ, СИ СЕНТЕ СТАНКИ, И обратите внимание еще раз, что прилагательные, когда мы используем бесличную конструкцию глагола по средствам частицы СИ, прилагательные обязательно надо ставить в множественном числе мускового рода, ЧИ, СИ СЕНТЕ СТАНКИ, ДОПО ОН ЛУНГО ВИАДЖАРЕ СТАНКО. ДОПО ОН ЛУНГО ВИАДЖАРЕ СТАНКО. Давайте еще раз. Попробуем. Юлия, первая. Если Карла manжит ротку, или интретта, си инграсси и тамалий. СИ, перевади. Если Карла есть много и спешки, то поработится, она толстит и плохо сечу. Бен, Карла убираем. Если он едет слишком много, то он не растет. Нет, нет. Это возвратный договор. А как превращать его в без личной конструкции? Нужна частица С. Что? Грасса? Нет, нет. Нет, нет. Если он едет слишком много, то он едет и он едет и он едет. И он едет. Да, каждый договор. Не едет. Не едет. Не едет. Это на речи. На речи не меняется. Ирина, хочешь попробовать? Ну да, что же попробовать. Понятно ничего, так попробуй. Когда кто-то чувствует себя хорошо, что-то чувствует себя хорошо. Что-то чувствует себя хорошо. Что-то пробовать. Хорошо. что-то чувствует себя хорошо. Что-то пробовать. А, получилось. что-то чувствует себя хорошо. Но сначала на речи отрицания. А. Да. Если? 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 Это глагол. Глагол не меняется. Нет. Нет, это не меняется. А фендефакцифметто. Факцифметто. И на речи не меняется. Прелагательная ванет. Не ес. Не ес. Не ес. Если? Если у нас не становится шерст, то нам не будет сильно offended. Деметри. Когда у нас есть индепендент... Как? Индепенденте. 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 У меня еще раз это слово. Индепенденте. 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 Когда... Се... Си. Э. Си. Э. Индепенденте. 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 Нет, нет, множество на числе. Индепенденте. Да. А почему тут множество? Потому что когда мы образуем бесличную конструкцию глагола посредством частицы Си, прилагательные обязательно ставятся в множественном числе мужского рода. Потому что это касается. Никого и всех. Индепендентенте. А... Куандо. Си. Э. А почему тогда Э, а не Сона? Потому что это беслично. Беслично. Подлежащего нет. Конструкция требует глагол в третьем и Ц единственного числа. Но тем не менее, прилагательные множественном числе мужского рода. И когда си е индепенденте, си, че си сенти... Сенте? Сенте... Пью либера. Пью либера? Пью либера. Либера это женский род. Видите на числе? Тоже прилагательные. Тоже прилагательные. Либер. Куандо си е индепенденте, че си сенте пью либери. Не надо понять. Надо верить. Почему бокет один и трое? Не надо понять. Надо верить. Беслично конструкция значит, что подлежащего нет. Нет подлежащего, значит, что глагол будет третьем и Ц единственного числа. Однако прилагательные, поскольку касается всех, будут множественные числа мужского рода. Верить надо не понять. Верить надо не понять. Верить надо. Верить надо. Не во мне, не имени мне итальянскому языку. Б. Ну все. – Да? Ну все нормально английскую, мне посeniz. – Петербург – Ну, поддерживай. Хорошо, хорошо. Как так бы. Ну все нормально. Правильнее твой известный спорт и молодец. Давайте достаточно, потом бардак. Учебника не будет больше? Будет, будет, не переживай. Но еще это, пока еще не закончим 18 уроков, еще 19 уроков. Хорошо.